Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Васильевский остров и у нас в студии городской голова Днепра Борис Филатов. Добрый вечер! Добрый вечер! Предлагаю начать издалека, в смысле из Турции. Да. Но прежде чем вы расскажете об этой поездке, предлагаю посмотреть небольшой промо-ролик о пребывании нашей делегации в Анкаре. Ну, чтобы телезрители убедили, что вы действительно были именно в Анкаре и говорить об этом сможете предметно. Продолжение следует... У нас есть 9 станций в Анкаре. Это наша последняя работа. Это очень похоже с Днепра. И я верю, я надеюсь, это будет хорошо в Днепре. Вот, Миша, иди сюда, Миша. Магнетик тут, тут, чувак, у меня. Я, я, я. Посмотрели, удовлетворены и качеством отделки, и качеством материалов. Поскольку это же самая подрядная организация, эти же самые бригады, которые завершают строительство этого участка, будут работать уже непосредственно у нас в городе. Это вот валидаторы. 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 Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе! У визита были две задачи. Первая задача это визит по линии муниципального самоуправления и встреча с мэром Анкары господином Гичкоком. И вторая задача это визит по линии нашего основного подрядчика по строительству метро компании Лимак. Если мы говорим о встрече с мэром Анкары и муниципальном самоуправлении, то очень показательно и интересно была предоставлена нашими турецкими коллегами программа. Они нас возили на Гурводоканал, на очистные канализационные сооружения, на мусоросжигательный завод. То есть мы посмотрели фактически вся инфраструктура, которая обеспечивает турецкую столицу. Давайте не забывать, там 5 миллионов человек живет, даже больше. По поводу мэра это конечно очень серьезный контакт. Если вы помните, то в Турции недавно была попытка военного переворота. И фактически мэр это тот человек, который его остановил. То есть он вызвал, призвал людей на улицы. И люди вышли, поддержали президента Эрдогана. Поэтому у мэра сейчас совсем другой политический вес в новой исторической реалиях. После неудачной попытки военного переворота. Поэтому я считаю, что такие горизонтальные связи с людьми такого калибра устанавливать всегда нужно. Мэрия обещала нам серьезную поддержку по линии обучения наших специалистов в Турции. Есть чему поучиться, я думаю, мы потом поговорим. В том числе, например, по теме эксплуатации так называемых кейлбилвей, это подвесных фуникулеров. Что касается Лимака, то это была практическая такая поездка. Были две серьезные темы для обсуждения, потом мы на них остановимся. И мы хотели все-таки посмотреть и пощупать собственными руками, что такое Лимак. И как Лимак в турецкой столице реализовывать строительные проекты. Понравилось? Да, мы видели и телезрители могли убедиться в просмотре. Вот была станция, которая там... Это даже не станция, я вам скажу, это такой огромный транспортный хаб стоимостью четверть миллиарда долларов, который Лимак построил буквально за два года. И это размером с хороший международный аэропорт. Причем в условиях стесненной застройки туда четыре идут вида дороги. То есть это электричковый аэропорт, это вокзал для общетурецких железнодорожных линий, это местное сообщение и это как бы выход из метро. Это не после увиденного родилась идея здесь немножко перекроить центральную площадь? Нет, нет, нет. Эта идея родилась значительно раньше. И опять же, пользуясь случаем, хотелось бы сказать в том числе слова благодарности коллегам, которые были до меня в городской власти. А мы такие люди, которые положительный опыт всегда используем. В частности, Иван Иванович Куличенко был одним из основных идеологов этой ситуации. То есть мы хотим, и мы о чем говорили с турками, мы хотим во время строительства метро сделать пересадочный хаб на железнодорожную платформу проспектная. То есть если стоять возле памятника Славы, там внизу проходит железнодорожная линия. И чтобы наши жители выходили из метро, садились на экскалатор, перемещались вниз, там садились на так называемый ЛРТ, это легкий рельсовый транспорт, ну а-ля электричка или рельсовый такой трамвай. И могли ехать спокойно на Победу, на Тополь. А в перспективе вообще есть план закольцевать вокруг города эту электричку. Ничего нет невозможного, идея хорошая, и я проговаривал с турками, чтобы они уже сейчас начинали это обсчитывать. То есть пока же нет ни проекта, ни денег ни в кредите, ни в бюджете следующего года. То есть это перспектива, так я понимаю. Смотрите, по финансированию очень просто. То есть если мы говорим о двух проектах, и в том числе реконструкции площади, давайте вначале вот транспортного хаба. То есть транспортный хаб нужен, и он сможет фактически изменить вообще всю систему движения пассажиропотока в городе, сделать его современным и очень удобным. Не говоря о том, что с точки зрения градостроения это изменит в том числе жилмассивы Победа, Тополь и все остальные, через которые он будет идти. Я имею в виду линия электрички. У нас сумма кредита, которую мы получили, консолидированного от ЕБРР и от ЕБРР, составляет 304 миллиона евро. Сумма контракта, которую мы подписали с компанией Лимок, 220. То есть, соответственно, у нас остается разница. Остается немножко, и в принципе у нас есть предварительные договоренности с банками, чтобы сумма этой разницы могла быть нами использована, в том числе для строительства транспортного пересадочного хаба. Банкиры не против, и более того, я вам скажу, что из этой суммы еще останутся деньги на приобретение нового подвижного состава в метро. Ну, им нужно, тем же банкирам нужно увидеть, что будет делать турецкая компания, как будет строиться метро, хаб, площадь. Конечно. А пока мы им что имеем? Пока мы имеем второй раз отложенное начало строительства. Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Почему? Потому что... В сентябре же должны были начать. Нет, должны были начать в октябре, и октябрь еще не закончился. Мы вернемся к началу строительства, потому что там есть вопросы именно финансовых взаимоотношений, очень сложных, в том числе с выплатой НДС, поскольку компания иностранная, есть там вопросы с казначейством, но они решаются в рабочем порядке. Но я хотел бы особо подчеркнуть, чтобы все это услышали. Ни строительство нового пересадочного хаба, возможно, ни реконструкция площади не влияет на общее строительство метро. Это как бы дополнительные опции, то есть, грубо говоря, простыми словами, все равно, если мы будем строить метро, мы раскопаем центр города. Было бы, наверное, нелогично, не пользуясь этой ситуацией, провести реконструкцию центральной площади. Точно так же, не вдаваясь в технические подробности, как мы будем забуриваться со стороны холма, на котором стоит памятник славы, было бы нелогично построить отдельный еще транспортный хаб. То есть, на общие сроки строительства это вообще не повлияет. Но начнут они в этом году строить? Конечно. Они начнут, и нас познакомили в том числе с основным инженером и проектировщиком. Вы видели в том числе в ролике. Мы лично убедились и пощупали те станции метро, за которые говорили, их всего 9, мы были на двух, которые строила компания «Лимак». Ну, я вам скажу так. То есть, нас это устроит? Да, нас это устроит. Не могу сказать дешево и сердито, но очень достойно, но без растрачивания лишних денежных средств. Чем еще поразила вас турецкая столица? Что из увиденного решили позаимствовать для нашего города? Может быть, не на завтра, а может быть, на какую-то среднюю или долгосрочную перспективу? Я уже говорил, так называемый «Кей-Вэл-Вэй» – это фуникулеры. В нашей традиции, ну, я не знаю, или в мировоззрении, то есть нам все время кажется, что это, знаете, такой очень дорогой вид транспорта, на котором на альпийских курортах катают богатых лыжников. В действительности, это вид транспорта, который сейчас очень сильно развивается в не совсем богатых странах. Например, подобного рода транспорт есть в Богате, в Каракасе и даже в Грузии сейчас уже тоже запустили. Что позволяет этот вид транспорта? В первую очередь, не нужно пробивать дороги, делать их планирование, особенно если идет застройка. Ну, вот представим себе конец бульвара Славы и Сокол. То есть для того, чтобы проложить туда прямую дорогу, это надо отселять частный сектор. Так ты просто ставишь несколько опор, люди садятся на бульваре Славы в кабинку фуникулера и выходят на Соколе, а потом на Тополе. По, в том числе, даже нашему видео можно обратить внимание, Анкара где-то похожа по своим географическим и геологическим особенностям на Днепр. То есть такая же холмистая, холмистый рельеф местности, поэтому как идея, и сейчас мы запустили это в проработку, можно использовать этот вид транспорта. У нас же, опять же, очень много островов и у нас была подвесная дорога на тот же самый бывший комсомольский, ныне монастырский остров. И всегда и горожане пользовались, но вот на что бы я хотел обратить внимание, это не аттракцион, это не развлечение, это обычный городской вид транспорта. Я лично катался с турецкими дедушками и бабушками, то есть никто даже там особо на виды не смотрит. Купили билет, сели и поехали, и все. Очень удобно в любую часть города, причем все это связано таким образом, ты выходишь из-под земли, из метро, садишься на фуникулер и едешь дальше, куда тебе надо. Главное, что маршруты не надо распределять, делить среди маршрутчиков, куда канат приведет. Кроме метро, кроме канатной дороги, вы, вот там тоже было видно в ролике, побывали на их водоканале, на очистных сооружениях. У нас такое нереально? Насколько это далеко? Я вам скажу, они ничем особо с точки зрения технологии не удивили. Понятно, что сама территория, она как бы очень ухоженная, дороги, даже мы ездили на таких электрических гольфмашинках, но сама технология, она никаким коренным образом не отличается от технологии, которая применяется у нас на водоканале. Более того, я вам скажу, я у нас на водоканале был несколько раз, и ту воду, которую делает наш водоканал, ее в принципе находясь там, можно спокойно пить из крана. Она соответствует всем нормам и стандартам. У нас большая проблема – это сети. То есть после того, как водоканал очищенную воду подает в наши сети, которые находятся в страшном изношенном состоянии, она до потребителя приходит, конечно, в таком виде, в котором мы ее видим все в кране. Плюс, естественно, проблема в том, что акватория Днепра очень сильно загрязнена. К нам попадает вода после Черкасского азота, после Днепродержинска, металлургических предприятий. Поэтому мы даже когда с коллегами в Турции сравнивали то количество специальных препаратов, которые мы используем для того, чтобы очистить воду, но они просто удивляются, потому что у них водопоставка идет совсем из других источников. И вода на входе уже чище, да? Конечно, вода на входе чище, соответственно, технология та же, но расходы и количество усилий, произведенных работ совершенно другое. Хорошо. Вот теперь немножко в другую сторону, о другом. К слову, возвращение в сессионный зал господина Погребова. Ну, сегодня это тема в тренде, поэтому мы тоже о ней скажем. Это как-то связано с канатными дорогами. Я помню, у него в проектах, которые он анонсировал, тоже там было даже несколько штук планировали строить. Или причина в другом, наверное? Ну, я вам скажу, во-первых, мне, наверное, не хотелось бы говорить за господина Погребова, потому что я вообще не люблю... Нет, ну, по-моему, только в этой студии об этом не говорили. Ну, видите, я особо не комментирую, но раз уже пользуюсь случаем. Тем не менее, я как бы скажу за себя, за себя, а не за него. Ну, мне было, конечно... Но он же не просто так, знаете, пришел в сессионный зал, сел там, тихонечко поработал в сессии и ушел. Он выступил с открытым обращением к жителям города, к депутатам, к журналистам, в котором, помимо всего прочего, там на двух или трех страницах рассказал, какая... Да, власть плохая. Обвинил вас там, я не знаю, в отсутствии реформ, в предательстве идеалов укропа, в хищении бюджетных средств, ну, в том, что вы совсем не заинтересованы в развитии города, ну и так далее. Я понимаю, что это слова. Ну, я уже, знаете, как, я к обвинениям вообще уже привык, то есть, ну, мне просто, конечно, со стороны господина Погребова слышать обвинения, которые говорили мои политические оппоненты из другого лагеря, звучит очень странно слышать. Ну, странно, тем более, после того, как вы давали ему не так давно такие характеристики, там, у коротого патриота и прочее. Да, 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 давал карт-бланжно, но, знаете, к сожалению, люди слабы, и очень часто они... иногда не понимают степени поставленных перед ними задач. То есть, Дмитрий Вадимович, к сожалению, не понял, что город – это не фирма, и городской бюджет – это не бюджет частной компании, что местное самоуправление, оно не приемлет тех методов работы, которые он декларировал. И я вам скажу, когда он хлопнул дверью и ушел вообще как бы в никуда, и исчез с поля зрения, а через полгода реинкарнировался, он ушел, как бы за собой оставил очень много недоброжелателей, даже с точки зрения стиля его руководства. Я вам скажу так, ну, то есть, мне тяжело комментировать его мотивации, я думаю, что, может, он сам придет в эту студию и расскажет, будет у него желание. Могу сказать одно, что, как бы, он просто должен очень сильно подумать, в случае, если он будет в своей риторике и действиях солидаризироваться с моими политическими оппонентами, я не буду называть их имена, то, а он это уже делает, фактически, да. Ну, смотрите, сейчас ваши оппоненты, ну, понятно, вокруг двух лидеров в сессионном зале. У них появился третий. А теперь, я думаю, получится третий центр притяжения. Ну, группу он обещал создать, ну, мне вообще было бы интересно... Ну, трудно его представить рядом с ним. Может, это какая-то часть плана, вот, знаете, по очередному перефериматированию Борисовета. Я думаю, что у моих оппонентов, у них, знаете, как у Фукса, наш план – это отсутствие планов. То есть, это такие всадники без головы, которые постоянно куда-то скачут, причем они скачут исключительно обуреваемые личными обидами и амбициями. Вот так. Если говорить о группе, ну, смотрите, при всем при том, что у нас очень сложный совет, но у нас как-то сложилась некая политическая картина. То есть, как-то можно кого-то позиционировать, исходя там из партийной и политической принадлежности. Хотя есть недовольные везде. Есть недовольные везде, все. Но я просто представляю, если Дмитрий Вадимович удастся создать группу, а я уверен, что ему не удастся это сделать, кого он туда соберет, ну, я думаю, это будет спецотлов. То есть… Ну, есть же недовольные в том же Укропе. То есть, это будет группа недовольных? Которые обижаются на то, что вы сильно приблизили вот этих перебежчиков из ОПО-блока. Я бы не называл их перебежчиками из ОПО-блока. Ну, не перебежчиками, проникшимися… Да, это даже не проникшиеся, а я вам скажу, это люди, которые готовы конструктивно работать на благо города. Ну, я просто слышал, что есть недовольные… А те, кто не готов работать конструктивно на благо города и говорить о том, что мы… Все в депутатскую Европу новую. Пусть пробуют, дорогу Василия Тедущего. Хорошо. Ну, с другой стороны, вот шутки шутками, или это не шутки, может быть, даже. Но отчасти поводов для вот таких обращений, для появления недовольных и депутатских групп, даете и вы, и ваша исполнительная власть. Ведь пока что слышат жители города, да, там, планы, амбиции, поездки, опыт и так далее, понимаете. Ну, может быть, уже спустя полгода пора что-то показать, ну, там, пальцем кнуть, что смотрите. Вот, видите, вот, из того, что мы говорили, сделали, вот, сделано, ну, изреализовано. Или когда это? Ну, чтобы поменьше было, а хочешь их просто словами разбрасывать. Смотрите, ну, опять же, я не хочу оправдывать там свои действия, в том плане, что Горсовет не работал. И, опять же, давайте вспомним прошлый год, как депутаты пытались собраться в АНД районе, там, принимали какие-то кадровые решения, потом не собирались, не хотели принимать бюджет. Как у нас заработал вообще Горсовет и с какими усилиями мы приняли бюджет. Но, я вам скажу, даже во время все время политической стабильности и лихорадки, реально, мы очень много сделали. Вот вы говорите, покажите пальцем. Ну, давайте пройдемся по городу, сколько мы делаем дорог. Давайте пройдемся по городу и посмотрим, какая ситуация, например, с уличным освещением, с ремонтом крыш. Я же каждый день вижу статистику. То есть, если раньше у нас поступало там по 200 заявок на ремонт крыш и на их протекание, то сейчас я просто смотрю, как по графику это все идет как бы вниз. Поэтому это вот такая стратегия маленьких дел, но при этом, которые происходят там почти в каждой городской локации. Она дает положительный результат. Я понял. Понятно, что планов у нас громадьону для того, чтобы эти планы реализовать. Для больших планов надо и большие сроки, и деньги. Это да. Проектный экспертизм. Не уходи, господин Погребов, оставайся он в кресле первого зама. Он бы тоже эту статистику видел. И у него бы не возникало желания написать, что в городе ничего не меняется. Ну, это его субъективное мнение. Я вам скажу, я даже изучаю ситуацию с точки зрения социологии, электорального поля. Но 50% жителей города, они видят позитивные изменения. Не только потому, что там кто-то катается в Турции и встречается с большими серьезными политическими фигурами. Но они это видят. Это надо. Надо, надо. Город тоже должен быть представлен и так далее. Последний вопрос. Да. Он не о Погребове, не о, не знаю, не о Банкаре, даже о метрополитене. Он не о нас, он о готовности городских властей нас согреть приближающейся зимой. Шутки, опять же говорю, в сторону. Зима не за горами. И отопительный сезон тоже. А я вам отвечу в лейтмотиве нашего... Это будет хоть и тоже очень хороший тест. Я вам отвечу даже в лейтмотиве нашего острого предыдущего разговора. То есть, если мы вспомним ситуацию год назад на это время, то есть тогда у нас не работал ни городской совет. То есть, тогда у нас вообще, ну вы помните, рубили кабеля, дрались, забегали в сессионный зал, ломали аппаратное. Ну и тогда исполнительная власть, даже в условиях жесточайшего кризиса в совете, выполнила все планы подготовки к зиме. И я вам скажу, опять же, я считаю, что это, наверное, в том числе и мое серьезное достижение. Так как в прошлом году убирали снег, его не убирали 20 лет на дорогах. Не было ни одной ситуации, связанной с заторами. То есть, мы уже сейчас готовы, начиная от состояния техники, заканчивая закупкой песчано-солевой смеси, там, прочисткой колодцев и прочими всеми вещами, мы готовы к зиме полностью. Я уже не говорю опять, я не хочу комментировать там всякие разные огульные обвинения, о ситуации с компанией ДТЭК, которая является основным поставщиком энергоресурсов. То есть, мне удалось с ними договориться и заключить меморандум, по которому город будет гасить долги, накопленные с 1994 года в течение нескольких лет. В отличие от моих визави, которые хотели заплатить этим компаниям все и сразу. В ущерб строительству метро. Спасибо вам на добром слове. Я так понимаю, что среди зрителей тоже с удовольствием мы слышали о том, что город будет жить, развиваться и в тепле зимовать. И планы мы все равно все свои реализуем. Как бы этому не противостояли наши оппоненты. Поверьте, что так как уверенно себя чувствую я сейчас, я себя не чувствовал уже давно. Ну это хорошо. Уверенность добавляет уверенности и в действиях, и в работе. Я знаю, что бюджет уже готов, сформированный, внесен. Но я думаю, об этом мы поговорим в следующий раз. О планах и соответствии бюджету. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас в студии был городской голова Днепра Борис Филатов. До свидания.